Доброе утро, дорогие братья и сестры и сочувствующие. Начинаем с вами третью главу первого послания Петра. И у нас с вами, несмотря на то, что новая глава начинается, тема продолжается. Продолжается тема послушания. Теперь у нас в поле нашего обсуждения попадают жены. Тема, видимо, очень важная, потому что Петр уделил ей уже полглавы и продолжает в следующей главе говорить об этом. На самом деле тема катастрофически важная, потому что, ну, во-первых, это свойство человека бунтовать и не слушаться, в первую очередь, Бога, а потом уже и прочим Божьим установлением и институтом, я имею в виду, институт власти. Вот. Ну и также эта проблема, вернее, также этот разговор важный, потому что эта проблема современная, проблема нынешнего века, прямо она достаточно остро стоит, как мне кажется. Потому что то, что я наблюдаю вокруг, ну, это какая-то катастрофа. То есть жены не уважают и не слушают своих мужей. Вот. Некоторые, как бы, делают вид, что они слушаются, но на самом деле, вот, даже всякие там интернеты и прочие там источники информации полны советов о том, как вот облапошить мужа, как от него что-нибудь скрыть, как сделать так, чтобы все получить, а ничего взамен не дать, ну и так далее, и так далее. Вот эти все. Ну и как бы, как жить и жить, как ты хочешь, все получить от мужа или от своего там жениха, про другие формы даже не хочу говорить. Вот. И, собственно, и жить, как ты хочешь. Все получить, а ничего не отдать. То есть вот так. Думаю, ну, интересная, конечно, модель, интересный ход мысли, но вряд ли он принесет на долгосроке, на длинные дистанции вряд ли он принесет счастье. Вот. Даже тем, кто этим занимается. Счастье и вот, уж тем более, благоволение Господа. Вот. Я не думаю, что проблема эта нам с вами известна. Хотя я, вы знаете, с удивлением среди неверующих даже семей замечал, что есть действительно женщины, которые прямо как бы с полным каким-то осознанием, осознанно, добровольно подчиняются мужу, слушаются его. Ну вот. Там, понятно, есть свои проблемы. Там все не идеально. Но вот это вот качество присутствует. Думаю, ну, ничего себе. Бывает же. Ну, конечно же, это редкость. Это крайняя редкость, потому что все, что я наблюдаю, другое. В большинстве своем, конечно, это все печаль, боль и грусть, когда жены действительно ни во что не ставят своих мужей, называют их там всякими там червяками и прочими представителями животного мира. Вот. Печально. Печально, потому что, не потому что я мужчина и мне как бы за своих обидно. Печально, потому что происходит вот нарушение Божьего порядка и, ну, как бы, ну, понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Не будет этим людям счастья. Люди таким образом пытаются счастья какого-то достичь, но выбирают неправильный путь. Вот. Давайте по порядку. Так же и вы, жены. То есть, послушание вообще это такая штука, которая должна быть присуще всем. Вот. Просто до этого момента он говорил о слугах, просто о каких-то людях, ну, имея в виду, что это мужчины. То есть, потому что они должны вести семью, вот, и подчиняться, собственно, установленным властям, правителям, если они слуги, значит, своим господам, на работах ли, еще в каких-то там взаимоотношениях. А теперь есть, естественно, о женах. Поскольку жены в те времена были, в общем-то, по большей части связаны с домом, то, понятное дело, сразу же обращение к женам. Жены повинуйтесь своим мужьям, потому что, вот, как бы, до этого, во второй главе мы говорили обо всяких вот внешних отношениях, правителям, слуги, господа. То есть, это как внешние такие, вне дома отношения. А говоря о доме, сразу речь заходит о женах. Ну, или наоборот, говоря о женах, понятно, что сразу они, они чьи-то, они с мужьями. Вот, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Обратите внимание, что повиновение предполагает мужьям. Не всем подряд мужчинам. Вот, несмотря на то, что Бог, конечно же, лидерские позиции предусмотрел для мужчин. И, несмотря на это, здесь мы видим, что повинуйтесь мужьям, своим мужьям. И какая цель? Смотрите, у любого Божьего повеления есть цель. Опять мы говорим о том, чтобы приобрести человека, о том, чтобы приобрести человека для Господа. И Петр начинает рассматривать случай тогда, когда, например, женщина стала верующей, и мужчина остался неверующим. И мы видим, что Петр тоже, я думаю, что какое-то революционное заявление делает. Он говорит, что вы приобретете своих мужей тогда, когда вы будете их слушаться. Вот, как здесь написано, когда увидят, да, житие в своих жен без слова приобретаемо были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Смотрите, обычно женщины выбирают, не знаю, как мужчин, как насчет мужчин, у мужчин это немножечко не так. А вот у женщины это очень ярко выглядит, ярко проявляется. Женщины часто выбирают путь изменить человека словом, своим языком. И, говоря по-простонародному, начинают выносить ему мозг, выклевывать мозг, если так можно выразиться. То есть, пытаться его направить, ну, естественно, с самыми лучшими побуждениями, естественно, к Господу и так далее. Вот, но направить его именно своими вот этими словами, увещеваниями. Некоторые воспринимают это как пиление, надоедливость и так далее. Ну, неважно. То есть, женщины выбирают часто такой путь. И я не осуждаю, потому что, ну, понятное дело, что когда ты находишься в такой вот ситуации, когда один верующий, другой неверующий, ну, там это влечет за собой массу других проблем, действительно серьезных. И хочется как-то это дело побыстрее исправить. Вот. А поскольку женщины часто талантливы в слове, они этим словом активно и пользуются. Но Писание говорит, нет. Писание говорит, давайте мы будем избирать другой путь. То есть, и здесь как раз-таки вот, в этом, ну, как следуя этому пути, Петр показывает, что этот путь будет иметь успех. То есть, вот так, если делать, то результат будет. Про слово здесь ничего не написано, обратите внимание. Здесь прописано, что оно, его не должно быть. Написано, который не покоряет. Так, житьем жен. Те из них, которые не покоряются, были без слова приобретаемы. Понимаете, здесь Петр призывает вообще отключить. Отключить вот эту функцию говорения, увещевания мужей. Вот. Ну, и оно понятно, потому что, когда женщина пытается мужчину направлять, и я думаю, что если женщине, чем хуже женщине, тем она активнее и плотнее начинает направлять и рулить. Вот. То, естественно, тем больше противления она мужчины вызывает, потому что порядок нарушается, в принципе. Потому что мужчина должен быть, по идее, глава семьи. И даже если муж не является главой семьи, не исполняет вот эти функции, все равно внутри него живет вот это понимание, что что-то не то, что-то должно быть по-другому. Вот. Я не буду приводить примеры, знаете, вот ими полны всякие христианские сайты и там какие-то истории. Люди время от времени рассказывают о том, как женщина там в самых там таких не очень таких приятных обстоятельствах слушала мужей, и они там через некоторое время падали ниц, каялись там и воздавали, слава богу. Вот. Ну, поскольку я не был свидетелем этого, то и не буду пересказывать. Не хочу говорить о том, чего не видел, потому что могу наговорить лишнего. Подробностей добавить, которых не было, ну и так далее, сами понимаете. Но здесь написано вот, что порядок таков, точка. И здесь опять наш вопрос, вопрос нашей веры, вопрос нашего доверия Господу. Вот есть слово, и оно достаточно определенное, четкое, ясное, понятное вопрос, что мы с этим будем делать. Вот. Ну, я думаю, лишним будет говорить о том, что поведение самой женщины должно быть, как здесь написано, чистым и богобоязненным. То есть она сама должна являть все-таки добрый пример. Ну, если мы не говорим о слове, то вот ее жизнь должна быть прям вот... Исполнена все-таки Духа Святого и всяческой добродетелем. Вот. И это труд, это, естественно, это займет время, но бог нам говорит о том, что результат будет. Вот. Это путь для достижения этого результата. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы с вами о женщинах еще поговорим в следующие... В следующие разы, один или два раза еще поговорим. А пока за сим такое трущевание. А, да, кстати, тоже очень важное замечание. Если бог положил вот этот вот порядок, что, ну, женщины должны подчиняться мужчине, повиноваться, то это не означает, что женщина там чем-то хуже, чем-то менее ценна там и так далее. Вот. Потому что, ну, это легко представить себе на примере работ, например. Но даже вот у меня в отделе, да. У меня вот в отделе есть ребята, которые, например, в некоторых вопросах понимают лучше, чем я. Например, там та же самая растаможка. То есть, я понимаю этот процесс поверхностно, потому что, ну, мне не нужно в него вникать во всех деталях, во всех подробностях. Потому что не может руководитель вникать во все детали там, в каждого процесса. То есть, нужно знать общие принципы и так далее, и уметь все это складывать в такую правильную мозаику, в правильный пазл. Вот. Есть люди, которые лучше меня понимают в каком-то вопросе, но они находятся у меня в подчинении. И находясь в подчинении, это не означает, что они чем-то хуже. То есть, например, за пределами работы мы общаемся на равных, да, собственно, и на работе общаемся на равных. Просто потому что мы люди. Вот. С мужчинами и женщинами все, как бы мы равны. Вот. Просто вот здесь, на этом месте, ну, есть вот некий порядок. Для того, чтобы работа строилась эффективно, руководитель должен быть, и у него в подчинении должны быть вот люди, и вот так выстраиваются работы. Все. В семье то же самое. Вот. Женщина, когда подчиняется мужу, это не значит, что она чем-то хуже, менее талантливая, или менее, там, способна к каким-то действиям, и так далее, и так далее. Это вообще не означает. Женщины часто, ну, обладают многими талантами, многими прекрасными дарами, и умеют делать вещи, которые не умеет делать мужчина. Это факт. Вот. Но вот в семье Бог заложил такой порядок. И нам бессмысленно бунтовать против него. Нам важно его принять и делать так, как вот Господь говорит. Не в том смысле, что как роботы, да, вот подчиняйтесь и все, и не спрашивайте. Но, понятное дело, осмысленно, и подчиняемся мы в этот момент Господу. Подчиняемся Его власти, Его установлению, а уже потом человеку. Ну вот. Отец наш Небесный, благослови, пожалуйста, наши семьи. Молю тебя о том, чтобы там, где есть жены, мужья, Господь, вот эти отношения. Понимаю тебя о том, чтобы были, на самом деле, эти отношения здравые, основанные на твоем слове, и основанные на исполняющих, воплощающих твой порядок, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.